Беседа о вере. Вера, передвигающая горы. Имейте веру в Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по славам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не побудете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава. В Евангелие от Марка призыв Иисуса Христа к вере следует после изумления апостола Петра, который он выразил, когда увидел засовшую смоковницу, ранее проклятую Господом. Евангелистам Матфея и Луки есть похожие высказывания о вере, но со своими особенностями. Так в Евангелии от Матфея описывается ситуация, когда ученики Христовы не смогли исцелить одного отрока от беснования. Это бессилие привело их в смятение. Господь ответил им, что их бессилие исцелить связано с неверием. «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если не будете иметь веру с горчичное зерно, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». 17 глава от Матфея. В описании Евангелиста Луки мы читаем, что апостолы просят Христа умножить в них веру. Иисус отвергает их желание словами сравнения веры с горчичным зерном. И вместо горы используется образ смоковницы. «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей и сторнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас». 17 глава от Луки. Все три сюжета, хотя и имеют отличия, говорят об одном – о вере, о силе молитвы в вере. Евангелисты наполняют друг друга, передавая одни и те же мысли о том, что верующему все возможно прямо и необразно часто говорится в Евангелии от Иоанна. Например, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». 15 глава и 16 от Иоанна. Рассмотрим каждый из образов, приведенных выше цитат. Образное выражение передвижений гор встречается уже в Ветхом Завете. И в современном Христу иудаизме характеризует могущество Божие. Глаз вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу. Прямым сделайте в степи стезии Богу нашему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и фон да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господне, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изжихли это». Пророк Исаия, 40 глава, 3-5 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, и милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Исаия, 54 глава. «Верующий потому может совершать невозможное, что через его веру это совершает Бог». Не сам верующий в себе имеет силу, но ему необходимо молиться, чтобы Бог явил свою силу. Так как для Бога нет ничего невозможного, то при неограниченном вверении верующего Богу в нем проявляется сила Божия. Именно потому, что ученики Христовы хотели своей собственной силой исцелить бесноватого отрока. Они не смогли этого сделать. В Евангелии от Марка сразу после слов о молитве в вере идет речь о прощении. В период гонений у христиан могла возникнуть мысль употребить силу веры против своих преследователей. То есть, чтобы наказал их Господь как-то остановил. Это естественно, по-человечески. «Указанием на прощение отсекаются подобные мысли. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец Ваш Небесный простил Вам согрешение Ваши». Марк 11 глава. Блаженный Иероним Стридонский и Феофилак Болгарский в своих толкованиях на Евангелие от Матфея под образом горы понимают демоническую силу, которую приходилось и христианам изгонять. Блаженный Иероним Стридонский ссылается на книгу пророка Захарии, 4 глава, «Где гора сравнивается с дьяволом, который губит всю землю». Особенность образа смоковницы или по другим переводам шелковицы тутового дерева состоит в том, что она имеет очень прочные корни. Поэтому образ смоковницы использовался в поговорке, чтобы подчеркнуть невозможность что-либо сделать подобно трудности выкорчевывания корней смоковницы. Господь сравнивает веру с горчичным зерном. Горчичное зерно хоть и малое по размеру, но содержит все необходимое для жизни и роста, принесения плодов. Данное сравнение не является осуждением малости веры, но показывает соотношение чуда и веры, передвижение горы или исторжение смоковницы с одной стороны и едва видимая вера с другой. По отношению к тому, какой плод дает вера, ее можно назвать малой. Речь не идет о том, что малой веры уже достаточно, но что вера целостна. Она не может быть малой или большой. Она может только либо наличествовать и тогда приносить плод, либо отсутствовать. То есть нет малая-большая вера у кого. Вера есть одна вера. Если есть вера, тогда есть и плоды веры. А если нет плодов, то нет и веры. Когда в Библии говорится о горчичном зерне, то всегда указывается на его плодовитость. Царство Божие также сравнивается Господом с горчичным семенем. Матфея 13, глава. Вера Божия, которая призывает Иисус, живая и действующая. Плодовитая вера. Только безоговорочная вера может быть плодовитой, потому что верующий целиком предает себя Богу. Вера охватывает все человеческое существо, а не просто является особым видом человеческого поведения. Она не зависит от личной праведности и исполнения правил, но всецелого верения себя Богу. Поэтому веру невозможно умножить, как этого хотели ученики. Если вера есть, то она цельная и может передвигать горы, то есть для нее нет ничего невозможного. Сомнение отвергается Господом как несовместимое с верой. Когда есть сомнение, тогда нет веры. Подробнее вопрос о сомнении рассматривается в отдельной главе. Следует отметить, что слова Господа о силе веры не только ставят перед христианами вопрос, имеем ли мы на самом деле веру Божию, но и являются ободряющим для христиан. Господь указывает путь, которым христиане приглашается идти в Царство Божие, не зарабатывается в Царстве Божие, подобно карьере. Оно подобно любви, наполнено доверием, радостью, совместного существования и гармонии. Сердце может быть закрыто для любви и для веры при соблюдении лишь правил, закона, дел, благочестия. Когда же сердце открыто для Бога, то верующим и ясно, как поступать, ибо им движет любовь. Вера есть дар Божий, освобождает человека от сосредоточения на собственных возможностях или ограниченности. Она позволяет верующим смотреть не на себя, а на Бога. Не человек, благодаря своей вере, удерживается за Бога. Но Бог держит людей через веру. Сила веры состоит во всех, во всё большем познании могущества Божия, а не собственных сил верующего. Когда в Евангелии от Иоанна говорится об исполнении просимого, то речь идёт о действии Духа. Исполнение молитвы – живая сила Духа, которая охватывает человека и связывает с Богом. Апостола Павла также говорит о действии Духа в молитве. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Послание к римлянам, 8 глава. Святитель Иоанн Зотоустый так пишет о силе веры. Не тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу, тот только и есть и называется верующим. Вера просвещает всё, вера освещает всё, вера делает человека достойным Духа Святаго. Стефан, говорится в Писании, был исполненной веры и силы. И если бы прежде не воссияла вера, то не последовала бы и сила в этом святом муже. Где вера, там и сила, а где неверие, там немощь. Вера, начало благ. Вера, источник благ. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Боже!